Доброго времени суток! Опять же мы в эфире, так сказать. Сегодня мы опять разбираемся с такой проблематикой, как что делать с этим физическим телом? Оно болеет, стареет, умирает. Реально ли вообще что-то сделать? Вот пишем видео по этим вопросам. Итак, почему так тяжело вылечиться от хронических заболеваний? И почему человек ничего не может с этим делать? Мучается, но не делает. Сегодня мы разбираем такую тему, что меня привело к занятиям альтернативной медициной. Что меня привело к лечению и почему так случилось? Первое, самое основное. Я родился абсолютно больным ребенком в 1957 году. Из всех детей выжил в палате я один. Погиб и мой брат. От золотистого стафилокока. Болезнь называлась пузырчаткой. Должен был я, по идее, умереть, но как-то так получилось, что мама нашла какого-то врача и чудом меня спасли. В общем-то, с самого рождения я был исключительно больным человеком. Уже в пять лет я знал, что такое закирит. И, соответственно, плохо все было. Очень плохо. Совсем плохо. Все болело. Настроение постоянно было плохое. Дневная система сдавала. То есть... Ну, в общем-то, каким-то образом я пережил, так сказать, 15-16 лет. Потом пошел в армию. Потом, как и все, собственно говоря, алкоголь. Забивать эти все боли, потому что она болела. Попадал в госпиталь. Попадал в больницы. Далее я приведу просто, какими заболеваниями я болел. И уже по ходу там буду рассказывать это самое. Ну, то есть, это была катастрофа. С урологией была катастрофа. То есть, можно было сходить в туалет чистой кровью. Поэтому все было очень плохо. Ну, в общем-то, как-то день через день. Где лекарства, где аналгены, где пенталгены, где еще что-то. Где водка. Как-то оглушалось все. Вот. Ну, вот, а в 30 лет, примерно в это же время, потому что вот мне неделька осталась до дня рождения. Это было ровно 30 лет тому назад мы, наверное, вот как-то это самое. На животе, в субботу это было, на животе начали появляться пузырьки. Сильная боль, сильный зуд. Вот. Это было, кажется, в субботу, да. Когда я поехал к венерологу, то уже был огромный-огромный герпес. Он где-то был в ладони. Это было жуткое зрелище. Боль была невыносимая просто-напросто. Я попал потом в институт микробиологии. Поддавал анализы, поставили диагноз герпес-зостер. Ну, вот, собственно говоря, с того момента я начал принимать исключительно уже антибиотики. Все стало совсем плохо. А потом я принял огромную дозу зоверакса и заработал себе состояние, при котором я определенное небольшое время, но вообще был вне тела, так сказать. Потому что была остановка печени и была клиническая смерть. Вот с того момента, собственно, 30 лет я уже занимаюсь альтернативной медициной. Ну, и дальше мы будем разбираться, собственно говоря, какие болезни у меня были. Я вот тут внимательно, то есть я их записал. Просто так слишком много. Ну, начнем, значит, все заболевания, которые у меня были на момент вот где-то 30-35 лет. Да, это герпес-зостер в предпаховой области. Болезнь, поджелудочный панкреатит, я лежал в больнице. Все вопросы, связанные с гайморитом, со стафилококком, с трептококком в пазухах, это, само собой, голова болела постоянно. Хронический трихомониаз и хламидиоз. Это была полная катастрофа. Боли и жжения в уретре были невыносимыми. Трещина толстого кишечника, операция в госпитале города Львова по Гранбойск. Артритные явления на ногах. Хронический холецистит. Полипы в носу. Это уже девятое. Десятое. Естественно, был удален аппендицит. Естественно, были удалены одиноиды и миндалины. Двенадцатое. Сильные боли в суставах, руки, ног постоянно. Тринадцатое. Повышенная кислотность. Четырнадцатое. Боли в легких и бронхах. Пятнадцатое. Архит. Шестнадцатое. Опухоли в тонком и толстом кишечнике. Ну, как бы опухоли, как бы кисты. И семнадцатое. Простатит с подозрением на аденому простат. Ну, вы прекрасно понимаете, да, какой это букет, в каком состоянии я находился, какое состояние. Следующий момент. Естественно, в 30 лет, это было 30 лет тому назад, я искал всевозможные выходы. Я читал господина Малахова. Я не хочу его критиковать. Он, безусловно, писал как аксакал, да, что видел, то пел. В определенные моменты, да, я хочу сказать, что еще 3 года я занимался уринотерапией. Если кому-то интересно, то он может писать, так сказать, нам и задавать эти вопросы. 3 года я только занимался уринотерапией. Я не могу сказать об этом что-то плохого, да. Ну, и результатов таковых оно не дало. И голодание, переход на вегетарианство и так далее, и так далее. То есть потихоньку, помаленьку я как бы что-то делал. Ставил над собой эксперименты, работал, работал. Ну, в общем-то, так оно и все шло. До, собственно говоря, 24 года все так шло. Как бы казалось, что вроде бы что-то делается, вроде бы ничего не было лучше, естественно. А 6 лет тому назад я начал увлекаться имбирем. Ну, и, собственно говоря, и началось. Вот тут оно все и началось. Формат видео, записи видео, как бы не дает мне возможности в этом видео продолжать. Но я обязательно в следующем ролике расскажу вам по поводу питания, которым я пользовался 24 года. Расскажу вам по поводу того, насколько осознанность ваша сыграет какую-то определенную роль в том, что вы должны себя изменить. То есть должен быть философский подход к вашему лечению, да, философский подход вообще к вашей жизни. Потому что если вы не измените себя, то вы не измените ни питание, ни, так сказать, свой подход к своей собственной жизни. Ну, собственно говоря, на этом я заканчиваю это видео. Желаю вам здоровья. Желаю вам прислушаться хотя бы чуть-чуть, да, к тому, что я вам говорю. И еще раз повторяю, что ваше спасение только в ваших руках. На сегодня все.